Всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Давно у меня так не чесались руки поскорее рассказать вам о своих бюджетных находках, о каких-то аналогах или заменах люкса и вообще просто о своих недорогих любимцах из косметички. Ну что, поехали! Что такого нетипичного сегодня есть в моем макияже? Конечно же это стрелки. Я довольно редко их крашу по той причине, что я не могу назвать себя великим специалистом по стрелкам. И раз уж я выбираю какие-то средства, значит мне с ними легко и просто. И стрелы я рисую себе исключительно под настроение, когда никуда не тороплюсь. Сегодня у меня на глазах цветная подводка. Возможно в камере это не так заметно, но в реальной жизни это прям отчетливо видно, что стрелки у меня цветные. У них такой фиолетово-баклажановый цвет и у меня недорогая подводка от бренда Luxe Visage. Когда я получила эти подводки, я сразу определила для себя цвет фаворит в номере 1. Это подводки из линейки Metal Hype и они не просто цветные, они еще и слегка металлические. Но это умеренный металлик, который смотрится, не люблю это слово, но дорого. То есть он не дешевит образ. Это подводка классического формата с обычной кисточкой и она могла бы быть потоньше, но мой вам совет, когда прорисовываете кончик стрелки, то просто снимайте излишки продукта и тогда все получится. Еще мне нравился оттенок 02 стальной и 05 оливковый. Их там гораздо больше в линейке. Если у вас карие глаза, то присмотритесь к насыщенному синему цвету. Вот с вашими глазками это будет фантастика. У них хорошая пигментация, поэтому не нужно 100 раз наслаивать и на мне они хорошо держатся. Поэтому если хотите как-то поэкспериментировать со своим макияжем, то обратите внимание, это в жизни именно смотрится очень-очень красиво. То, что я обещала показать вам еще 100-500 тысяч лет тому назад, но как-то затянуло с этим выпуском аналоги метеоритов от бренда Guerlain. Пудру от Bourjois я увидела несколько лет тому назад во Франции, когда была в поездке с ними. И тогда, честно говоря, решила не тратиться. И думаю, ладно, ее нигде не приобрести. И так бессмысленно показывает что-то, что недоступно. И чтобы вы не думали, что это какая-то новинка. Нет, это на самом деле культовое средство в портфолио Bourjois. У меня один вопрос. Раз ей так много лет и до сих пор эта пудра пользуется такой популярностью, почему вы ее не привозите в наши страны? В Польше она появилась полгода тому назад. Я еще умудрилась купить ее с 50% скидкой. Она у нас доступна во всех косметических магазинах, в стационарных, где представлен бренд Bourjois. Но девочки писали мне, что онлайн бывает на Makeup Store, который отправляют в Россию, и на Asos. Поэтому не настолько нереально ее купить, но я постараюсь для вас найти ссылки. Что же это за пудра такая, за которой стоит погоняться? Это рассыпчатая пудра вот такого формата. Она имеет восхитительную отдушку, такую нежную, не старомодную, не отталкивающую. Наоборот, этим приятно пользоваться. Она не супер ядреная. Пудра имеет универсальный оттенок розово-бежевый, но на коже он как-то особо не заметен. Если сравнивать с метеоритами, то это что-то среднее между вторым и третьим оттенком. Я наношу ее большой пушистой кисточкой, и какого-то цвета на лице я не наблюдаю. Но самое главное, что она иматирует кожу. Она очень невесомая, у нее супер мелкий помол и придает коже свечение, сияние. Здесь есть мельчайшие светоотражающие частички. То есть, вот именно как метеориты. И если одну сторону лица накрасить метеоритами, а вторую этой пудрой, то я вам гарантирую, что разницы вы не заметите. Но по цене средства, конечно же, очень сильно отличаются. Если вы давно мечтали о метеоритах, но искали что-то подешевле с таким же эффектом, то теперь вы знаете, что это. Если вы следите за косметическими новинками, то наверняка видели один из последних запусков бренда Charlotte Tilbury. Она появилась в продаже где-то в конце прошлого года. И я заказала, мне было интересно попробовать, отчего же там все так фанатеют, и, конечно же, поискать замены и аналоги. У меня это получилось. Палетка Малютка, очень удобная для повседневного макияжа. И это не матовые тени, они сатиновые. Они очень мягкие. Хорошая подборка оттенков. Но если бы меня спросили, что бы я хотела изменить, то я бы все-таки один из рыжих теплых теней заменила бы на какой-то темный коричневый. И тогда бы действительно была бы самая удачная подборка теней. Ну а так здесь есть как теплые, так и холодные. Оттенки переходные, понасыщеннее и черный цвет. Текстура у этих теней юзерфренли. Они не матовые. Это легкий сатин. Особенно если вы не обладаете супер навыками тушевки, если у вас сухие возрастные веки, если вы ищете среднюю, а не мега пигментацию, как у Анастасии Беверли Хиллз. То есть что-то, что поможет вам создать и повседневный макияж, и также вечерний. При помощи черного цвета вы можете нарисовать, например, стрелки. Это тоже проще, чем пользоваться подводкой. Если совсем не получается, то советую вам начать именно с черных теней или темно-коричневых. Чем же ее можно заменить? Во-первых, очень похожая текстура теней, если не такая же у бренда Max Factor. У них есть еще более разнообразные, но все еще универсальные палетки. Из серии Nudes у меня была одна, там закончилось несколько цветов, поэтому я избавилась от нее. Помимо этого, у Max Factor есть еще и вот такие компактные палетки. И когда я говорю легкий сатин, речь идет именно о текстуре. Они очень шелковистые, они мягкие, они не сыпучие, они не наделают вам пятен, но при этом всем они не блестючие. То есть, это всегда и везде будет уместно. Я покупала эту палетку на каких-то супер скидках, но лайфхак онлайн всегда, даже масс-маркет дешевле. И здесь есть как теплый оттенок, классический коричневый темный, холодный, типа такой вот, как сейчас у меня на глазах, и просто обычный бежевый. Вот такая находка. Ну и самая похожая подборка теней, потому что мы можем нарисовать на наших глазах, это, конечно же, палетка от бренда Pupa. Хоть она и называется матовой, это все те же приятные легкие сатины. По моему скромному мнению, здесь еще более удачная подборка цветов. Есть и черный, и один. Этого достаточно теплый, переходной коричневый, просто нейтральный, чуть похолоднее. Сегодня накрашена этими тенями. И базовый такой светлый, бежевый. Есть еще сияющий, почти белый, такой снежный. Я им практически никогда не пользуюсь. И коричневый, просто нейтральный, темный, коричневый. И черный. Кстати, перед Новым годом я показывала вам такую быструю собиралку в Инстаграме. И там я тоже красилась этими тенями. Стрелки я рисовала при помощи, опять же, этих теней. Так что ищем со скидкой. И, в принципе, можно обойтись без Шарлотт. Продолжаем с глазками. Конечно, за такими стрелами не особо видны ресницы, но вы часто видите меня в сториз или в моих влогах. С минимальным количеством теней или просто даже с накрашенными ресницами. И у меня свои ресницы длинные, но они не густые, также тонкие, светлые. И далеко не каждая тушь делает эффект вау. В основном я предпочитаю туши с силиконовыми щеточками и насыщенного черного цвета с такой жидковатой формулой. Это самое то. И также в последнее время я частенько начала использовать под тушь базу. Наношу один слой базы и дальше один слой туши. Сейчас у меня база под тушь от бренда Everline из линейки Варьете. Я очень люблю их тушь, но эта база работает очень хорошо со всеми другими тушами, которые есть у меня. База имеет слегка белый оттенок, но когда она подсыхает, то становится практически бесцветной. Щеточка здесь точно такая же, как у одноименной туши Варьете. Она очень хорошо приподнимает ресницы, фиксирует их на месте, помогает выложить реснички так, как вам надо. Дайте ей буквально 30 секунд после нанесения, чтобы она застыла, грубо говоря, и дальше прокрашиваем тушью. Это, собственно говоря, все. По поводу уходовых свойств ей нужно попользоваться дольше, чтобы я могла что-то сказать. Но база под тушь это также своеобразная прослойка между вашими ресницами и тушью. А тушь, как вы знаете, иногда может подсушивать ресницы, делать их более ломкими, поэтому я за такое средство, тем более оно стоит недорого. Туши открытия для меня в последнее время и обе родом из Беларуси. Первая в пудрово-розовой упаковке от бренда Belor Design под названием Черный Корсет. Конечно же, она с силиконовой щеточкой, и она очень сильно напоминает XXL, которую я использую уже годами и считаю одной из лучших в своей категории. Но если прям очень сильно присматриваться, то она немного короче. Но по эффекту на ресницах они все-таки отличаются. Беларуси дизайн не так сильно удлиняет, хорошо прокрашивает, разделяет, но это такие повседневные ресницы. Для меня легкий, очень естественный результат, и она не так стойко на мне держится. В целом, тушь мне понравилась. Если не попадать с ней под дождь, то очень даже неплохой вариант, и мне ее хватило где-то на полтора месяца. И вторая тушь от Luxe Visage, тоже XXL, то ли они просто-напросто поменяли цвет названия, то ли я чего-то не знаю. Она обещает давать длину, изгиб, объем. Я бы еще добавила разделение. Тоже с такой вот щеточкой. Если у вас большие глаза, то вам будет суперудобно. И многие, кому я дарила такую тушь, были в полном восторге. Мне показалось, что эта тушь стала еще более черной. И да, она волшебная. И напишите, чем они отличаются. Я, кстати, нашла у нас в Польше Luxe Visage на мейкапе. И там продается моя любимица, поэтому сейчас у меня не будет проблем с заказом. Сегодня на мне также новый тональный крем. Один из последних запусков от бренда Eveline. Если он еще не доехал, то обязательно появится на полках ваших магазинов. Мне его присылали где-то 4 месяца тому назад, наверное. У меня есть многие оттенки. И могу сказать, что в линейке будут как суперсветлые, так и теплые, холодные и умеренно насыщенные. Назовем это так. И мой идеальный оттенок на холодное время года, когда я максимально бледная, это номер 10 Light Vanilla. Когда я красилась им впервые, я даже переживала, что он будет слишком светлым, но он хорошо подстраивается, не темнеет, не превращается в нечто оранжево-розовое, а вот как твоя вторая кожа, только лучше. Этот тон можно наносить несколькими способами. В один слой у вас получится прям ваша кожа только лучше. И он практически незаметен. Если еще растушевать спонжем, то будет эффект BB крема. Если же вы используете кисть, то получится поплотнее. Можно, так как я сегодня, наслоить. У меня два слоя тонального крема, потому что при видеосъемке каждое несовершенство везде на теле, на лице, кажется в 100 раз интенсивнее, чем в реальной жизни. И когда наносишь в два слоя, то получается прям идеальное, но при этом комфортное покрытие. И смотря, что вы нанесете под него. У меня сегодня и маслянистая сыворотка, и плотный крем. У нас зима, мороз, поэтому у меня более сухая кожа. И сейчас он выглядит на мне более матовым, чем, например, в начале осени. А тогда он мне казался таким увлажняющим, но на самом деле это тональный крем, который подойдет многим типам кожи. Он не такой кремово, прям сильно влажный, и при этом не бетонно-матовый. То есть он выглядит на коже очень симпатично, особенно в один слой. Именно так я наношу его в обычной жизни, вне камеры. Мне нравится упаковка. Это стекло, очень стильно, дорого, не побоюсь слова. Это выглядит помпа, поэтому удобно использовать. Не попадают никакие бактерии. И цветовая гамма заслуживает отдельной похвалы. Когда эти тональные появятся в продаже в ваших странах, настоятельно рекомендую попробовать. Это что-то, что действительно может сделать ваш макияж и свежим, и стойким. На мне он держится прекрасно. Я могу его не припудривать в холодное время года. А если добавить чуть-чуть рассыпчатой пудры в теплое время года, то тоже будет все окей. Абсолютно неожиданно для себя я нашла аналог корректора-консилера от бренда Dior. Обожаю его. Это настолько универсальный продукт. Он и не сушащий, но и перекрывающий. На все лицо можно. Если хочешь что-то прям сильно перекрыть, то можно наслоить. И оттенки тоже классные. Ну, в общем, я купила себе консилер от бренда Pupa, потому что я готовилась к съемке видео и не полагала каких-то супер надежд на этот консилер, потому что все с джамбо-аппликаторами зачастую это что-то, что мега сильно перекрывает, что пересушивает область под глазами. И я, так знаете, с большой дистанции подходила к нему, думаю, попробуем, посмотрим, что из этого получится. В конечном итоге я сейчас даже чаще использую его. В палитре всего три. Первый такой универсальный светлый, если вы светленькая девочка, то это для вас. Если любите что-то с легкой ноткой персика, то второй цвет, третий уже более загорелый, но все они человеческие. И обожаю за то, что приятно, комфортно. Его нужно немного для того, чтобы он не скатывался. Любой пудрой фиксируйте. У меня это чаще всего или Wet n Wild, или же Too Faced. Вот так сама того не планируя, я нашла более доступную версию у моего фаворита. Категория губы. Сегодня контур губ я подвела при помощи карандаша от Beauty Bomb в оттенке 1. А основной цвет это жидкая матовая помада от Bourjois. Я пока что не пробовала красный, но это такое, как я люблю. Такая современная, насыщенная классика. Все же я сосредоточусь на несколько других цветах, которые я успела поносить, распробовать и готова поделиться своим мнением. Вообще у Bourjois очень хорошо получается создавать именно средства для губ. У них есть разные текстуры, разные формулы, и цвета всегда. И на любителя что-то такое оригинальное, и на каждый день, и поярче, и посветлее. Поэтому, если не жидкие матовые помады, вы у них найдете то, что понравится конкретно вам. Вот эти жидкие матовые помады, как и многие помады такого плана, будут ощущаться на губах, потому что они застывают, они подсыхают, но есть те, которые скукоживают губы до невозможности, до некомфортного состояния, а есть те, которые ложатся тонко, которые долго держатся на губах стойко, и при этом вы всегда можете на них рассчитывать. Даже в маске они не размазываются, и когда вы начинаете что-то пить, что-то есть, то они, если сходят, то прилично, и не создают эффект чего-то страшного на вашем лице. И все хорошее, вышесказанное было как раз о помадах из линейки Rouge Velvet Ink. Сейчас у меня на губах помада в довольно светлом цвете. Она становится немножко темнее на губах в оттенке 13, Beige Seller. У этих помад удобный аппликатор и достаточная насыщенность оттенков, чтобы даже при более темных оттенках не использовать контурный карандаш. Но так как мне есть что дорисовывать, что там подправлять, то я иногда, не всегда, но пользуюсь карандашом для губ. И второй оттенок, который мне особенно полюбился, это номер 15, на губах он чуть темнее. И вчера с ним ходила. Хочу вам сказать, что это такой цвет, как я люблю. То есть, можно просто накрасить реснички, и уже будет и по-праздничному, и тоже в повседневном макияже будет уместно. А мне нравится то, что у этих помад такая слегка как бы муссовая консистенция, но все же жидкая. То есть, она не растекается по губам, и не слишком быстро схватывается, не тормозит. У нас есть время на то, чтобы равномерно распределить оттенок. И вот номер 15 можно нанести в два слоя, это тоже возможно. Также есть теплый нюд в номере 2, и цвет, который на мне смотрится таким слегка коралловым, это шестой оттеночек. Добавим немного разоблачения в этот ролик. Очень часто в подборках аналогов можно встретить блеск от бренда Evelyn в качестве альтернативы для Fenty Beauty. Это у меня лимитированная мини-версия, но у меня был классический Fusti, который я закончила до конца, и пока вот что-то не израсходую, не докупаю его, но это тоже один из постоянных любимцев. Эти блески восхитительно пахнут, они липкие, они долго держатся, но липкие в хорошем смысле этого слова. Также он придает роскошный блеск губам, здесь миллион светоотражающих частичек, и каждые губы он делает такими аппетитными, очень приятные на губах, и пахнет какими-то конфетами. Что же касается бренда Maybelline, у них вот эта линейка тоже супер удачная, то есть это не аналоги, потому что по текстуре они разные, и несмотря на то, что цвет, какой он здесь, номер 03, очень похож в упаковке на Fusti от бренда Fenty Beauty, все же на губах смотрится он по-другому. Он не настолько сильно сияет этот раз, во-вторых, эти блески не настолько вязкие, и они чуть быстрее уходят с губ, но они приятно пахнут, они достойны вашего внимания, это однозначно. У них есть оттенки с сиянием, и просто как глянцевые блески, тоже более насыщенных цветов, и я уверена, что я куплю себе еще один, потому что я люблю иметь такое средство где-то под рукой, чтобы добавить на губы, поверх какой-то помады, без ничего, поверх карандаша, чтобы просто увлажнить губы, как-то их восстановить. И сейчас я это сделаю, потому что я накрасила помаду с самого утра, а сейчас уже 2 часа дня, поэтому хочется чуть-чуть поухаживать за губками. Буквально за несколько минут он восстанавливает даже гиперсухие губы, убирает текстуру, поэтому не аналог, но от всей души советую вам, это отличный запуск. В своем макияже я довольно редко подвожу слизистую как светлыми оттенками, так и темными. Если светлые еще периодически случаются, то темные прям под настроение. Но если я беру какое-то средство, то значит оно не раздражает чувствительные глаза, и также я могу быть в нем уверена. Это у меня каял от бренда Люкс Визаж, так что мне присылали черный, но я пока что не успела его попробовать. Тем не менее, если помните, в прошлом году у меня был очень такой интересный оливково-коричневый макияж в видео об ароматах, и там у меня использована чуть низкая подводка, не подводка, а каял именно коричневого цвета. На моей внешности коричневый смотрится более гармонично, и даже в дневном макияже смотрится не вызывающе, а именно вот хорошо, в самый раз. И каял от бренда Люкс Визаж супер мягкий, он супер насыщенный, не рыжий, и подобную текстуру я встречала у бренда Шик. Они хоть и на порядок дороже, но тоже вот такие. Если у вас не продается Люкс Визаж, то Шик тоже очень сильно люблю. Тем не менее, обратите внимание на карандаш, на каял от бренда Люкс Визаж, потому что он застывает и держится как прибитый. Это та формула каяла, которую многие ищут, потому что он дает хороший цвет и также растягивается, то есть не слишком быстро застывает. Вы можете построить форму, вы можете сделать какую-то подложку в виде карандаша, если используете карандашную технику. Если подводите слизистую, любое средство, вот серьезно, у меня были и такие стойкие карандаши гелевые от Марк Джейкобс, все они со временем немножко выцветают, но полдня зачастую каялы у меня выдерживают. И каял от Люкс Визаж как раз относится к той категории надежных средств. В конце прошлого года на скидках я купила себе миниатюру базы под тени от бренда Urban Decay и это у меня более увлажняющая, такая антивозрастная база под тени. На мне многие тени держатся неплохо, но когда хочется интенсивности цвета и когда хочется мега стойкости, чтобы прям с утра и до самого позднего вечера макияж был в идеальном состоянии, тогда наношу базу и любые тени на базе лично у меня растушевываются более плавно, как-то макияж получается прям таким вот, знаете, зашлифованным, дымчатым. Я забыла, какая она классическая, для меня слишком суховата и когда я начала ее пользоваться, я поняла, что я переплатила, что можно было спокойно докупить базу под тени, которая у меня практически закончилась. Это Etude House. Она для сухих век, даже если у вас жирная, то можете познакомиться с ней, так как она легкая и она даже более приятная по своей текстуре, чем Urban Decay. Она практически бесцветная и наносится, хорошо растушевывается, застывает, но не стягивает веки. Очень приятная вещь и здесь больше объем, чем в миниатюре, ее на супер долго хватает. Я покупала ее на iHerb где-то полтора года тому назад, если не два, и она все это время сужила, не засохла, и самое главное, что она держит тени и выполняет все то, чего я от нее ожидала. Поэтому более выгодно купить вот эту базу, чем Urban Decay. Я, конечно, буду пользоваться Urban Decay, но когда она подойдет к концу, я все же вернусь к Etude House. Дальше у нас универсальная палетка для лица от бренда Belour Design. Не знаю, с чем ее можно сравнить, но те, у кого светлая кожа, берите на вооружение. То, чем я чаще всего пользуюсь, это бронзера Sculptor. Он здесь правильного, холодного оттенка, и он матовый, поэтому даже есть какие-то несовершенства в виде неровной текстуры, то он это не подчеркнет. Дальше румяна. Каждый раз, когда я крашусь ими, у меня такое впечатление, что я нанесла любимые румяна от MAC в оттенке Denty, потому что это такой универсальный, невестошный, повседневный цвет, такое сочетание персикового, розового с легким переливом, но не слишком отливает золотым цветом, то есть он не желтит. То, с чего у меня сложилось меньше всего, это хайлайтер. Но не потому, что он какой-то неправильный по текстуре, наоборот, он очень приятный, мягкий, он вполировывается в кожу, придает элегантное свечение, без каких-то отдельных частичек, но мне больше по душе, когда у меня слегка такой желтый хайлайтер, золотистый, наверное, так. И у тех же Belore Design есть мой самый любимый хайлайтер. Вот, правда, если бы мне нужно было выбрать всего один умеренный, с умеренным свечением, я бы взяла Голливуд, что-то там у него очень длинное название. Вот если бы он здесь был, вообще цены бы не было этой палетки. Ну, а так, если вы светлая девушка, если многие бронзеры на вас ржат, если вам нравится именно жемчужный хайлайтер, то это вариант для вас. Моя предпоследняя находка это кисточка. Я показывала вам ее в подборке Алиэкспресс, но не все смотрят такие видео. Мое орудие макияжа супер универсальная мягкая кисть из натурального ворса. Стоила она доллара три. И когда я показала ее, я сказала, что это бренд My Destiny. Многие подтвердили, говорят, Оля, у них очень хорошие качественные кисти. И я купила себе несколько новых на скидках, жду, когда они ко мне приедут. Этой кисточкой я чаще всего наношу пудру под глаза. Если она дальше мне не нужна для тех же целей, то потом еще бронзер или скульптор, румяна, по желанию, хайлайтер, пудру. Это настолько универсальная форма. Если вам нужна кисть для всего буквально, ну то есть как пудру я зачастую наношу только на Т-зону. Уже там по необходимости добавляю на другие участки лица. Чего не сказать тело? Нет, тело я пока что не крашу. Но как способ израсходовать косметику почему бы и нет? В общем, кисточка, вы поняли. Вот такая на 5 с плюсом. Поделюсь с вами ссылкой внизу. То, что я постоянно забываю вам показать, это моя палочка-выручалочка, которую я сегодня опять же использовала, благополучно положила в туалетный столик и чуть не забыла. Это минеральная кремовая пудра. Я не проверяла состав, поэтому не ручаюсь. Но тем не менее, это цветная, довольно плотная пудра от бренда Белор Дизайн. И она якобы с матовым эффектом. На все лицо я ее не наношу. Но есть несколько таких ситуаций, когда мне без нее не хочется обходиться. Сейчас расскажу, для чего она мне нужна. Номер 404. Я думаю, что многие наносят ее в качестве тонального крема, кисточкой поплотнее или даже спонжем, который, по-моему, здесь был. Но я его сразу отложила, потому что как наношу ее я? Когда я уже распределила базу под тени, для того, чтобы зафиксировать ее, беру вот эту пудру и в качестве базовых, матовых, бежевых теней распределяю по всему веку. И все последующие тени, которые я использую, наносятся ровнее. Также у нас получается такой идеальный холст, по которому мы можем уже рисовать. У меня вот здесь на веке есть венка, поэтому мне такая пудра необходима. Она довольно плотная и вот когда я переборщу с каким-то бронзером или что-то мне не нравится, беру пушистую кисть, раз-раз-раз, все растушевала, прекрасно. Также, если, например, какой-то неудачный тон лег, как зараза, и нужно что-то с этим сделать, я опять же беру эту пудру, поверх проходимся и все как-то вот так сглажено, плавненько, прям чудесно. Еще один вид использования, это когда я разогналась с тушевкой, нарисовала себе тени, то сильно вниз, то слишком понесло меня, я прям до висков все нарисовала себе, поэтому набираю на плотненькую кисть для глаз или даже для лица, для чего угодно и подчищаю границы макияжа глаз. Сегодня, когда я рисовала стрелки, здесь рука дрогнула и получилось неровно, поэтому на плотную скошенную кисть подровняли то, что надо. Так что, если у вас есть такая пудра, вы не можете найти применение как вариант, варианты, дала их несколько, или же вы любите, так как я, иметь более плотную пудру, но не на все лицо, или если у вас легкий тональный крем, иногда хочется покрытия поплотнее, то тоже. И еще один способ, о котором я забыла сказать, это как корректор, то есть какое-то несовершенство на лице и нужно уплотнить свой макияж в определенном месте на спонж, тык-тык-тык, проходимся, растушевываем чуть-чуть, как бы растягиваем цвет и все перекрыто. Друзья мои, на этом все. Полное название, по возможности ссылки я, как всегда, оставляю в инфобоксе. Не забывайте поставить пальчик вверх, между прочим, находок у меня еще больше. Но я решила уже сегодня не затягивать и покажу вам в других выпусках. На этом мы с вами прощаемся. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.